зря кстати я катила бочку на вот этот крем биодерма я сейчас понимаю что все-таки он работает не могу сказать что прям сильно палящее солнце но если что я сейчас с 12 до половины второго дня ходила под солнцем по улице с одного магазина в другой магазин проходило расстояние большое полтора часа что хочу сказать вот у меня нигде нету этого покраснений а первый раз я когда его сделала вышла на солнце мне как бы это было то есть работой значит работой а я бочку катила я открыть его заканчиваю но знаете что я не наношу крем этот крем не наношу на дневной крем не могу когда я на лицо наношу дневной крем потом сверху вот этот крем биодерма у меня лицо потеет она просто покрывается каплями я нервничаю то есть не дышит кожа или она слишком сильно дышит я не понимаю но мне очень дискомфортно а когда я наношу просто этот крем но вот летом его можно летом кожа не сухая правильно а вот если а вот весной уже конечно так не получится но я что хочу сказать работать в общем работает самое главное вот так кстати всем большой привет добро пожаловать в новый блог меня зовут Ругия я мама теща бабушка а еще я педагог привет вам из блогу в котором сегодня погода непонятно она то солнечно то облачная не знаю какая Николька вам тоже большой привет передает Николька это мой юрик девочка которая там отдыхает у себя на лежанке которая сейчас от меня получила много нехороших слов потому что она опять грызет пеленки зараза но когда меня долго не бывает рядом она начинает не пакостить а может просто ей скучно а я думаю что она пакостит что хочу сказать сейчас когда возвращалась с этими с этими как его да я кстати это была в магазине вот сейчас покажу что купила но там кое-что по продуктам кое-что 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 из канцелярии когда возвращалась домой увидел у нас на углу дома маленький котенок вот знаете как он сидит и так вот и так вот привод к кланяется да вот прямо к земле к асфальту кланяется я понимаю что ему плохо я так присмотрелась рядом рядом была водичками кто-то поставил так срезали бутылочку вот эту маленькую такую да я не за пол литровый 250 миллилитров такой вот и поставили вот эту чашечку ему воды и он так вот кланяется я думал сначала что он голоден я прибежала домой бросила вещи домой опять побежал в магазин думаю сейчас корм куплю меня прервали на звонок в общем я побежала в магазин за кормом а когда уже выходила из магазина возвращалась смотрю стоит на коленях на коленях перед котенком сидит мужчина и он что-то из лотка ему так вот выкладывай я так присмотрелась он из лотка значит у него в лотке там вермишель была и мясо такой знаете по типу рагу да вот мясо там с луком с морковкой такой пережарено в таком соусе и он это выкладывает котенку из своей из его лотка своей же вилочкой выкладывать на землю а я ему показываю что я принесла кон то есть я говорю он наверное очень слаб да я им показывать что я корм котенку принесла а он говорит что нет по моему необходимости нету говорит я где вчера пытался его покормить вот сейчас кормлю и и он говорит не берет но я честно говоря на всякий случай так просто взяла выдавила правда котенок никто еди никто еди на самом деле не подошел но я про другое понятно это животный мир понятно там естественно отбор понятно что сильные выживают слабые нет я про другое я про человечность судя по его амуниции он был работником газовщиком и вот он понимаете тот обед который ему жена наверное приготовила но на обеденный перерыв вот в этом лоточке с этой вилочкой так аккуратно все уложено жена очень хорошо ухаживает видать за мужем своим и он из этого лоточка доставал еду меня вы знаете я встал бы так и я стояла эту картину наблюдала я думаю слава богу что есть на этом свете добрые люди которые готовы поделиться я не знаю со слабыми своей едой материальному могут помочь слава богу что такие люди есть правда значит такие люди спасут мир честно еще я у меня такой видите как лирическое начало но хочется с вами поделиться правда у меня я так окрылились когда я увидела это мне так мне прям меня за душу это взяло на коленях стоял он сам немножко такой полноватый и вот он котенку молодец мужик молодец я вчера сидела работала у меня в комнате да у меня же окно выходит на блочную сторону и слышно я работала там с описание занималась окно открыто и у меня под окном стоят двое я слышу разговор и я по манере разговора поняла что где-то я не знаю 18 наверное 17 лет два парня ну где-то вот ну очень скажем так от 17 до 20 точно там по моему 20 и не пахнет и один значит прикуривает это у некоторых людей есть такая знаете там мания прикуривать именно под моим окном еще когда она бывает открытым весь этот дым у меня вот этот вот обалденный у меня в комнате бывает ну вот он значит прикуривает и я слышу он тому предлагает а тот второй говорит нет я не курю а он говорит смысле чё это еще малыш на это знаете как на азербайджанском немножко по-другому звучит да могут типа ты чё я малыш что ли ты еще не дорос что ли типа пацан маленький да а тот ему в ответ вот эта фраза меня убила он ему говорит нет я наоборот уже очень взрослый и значит такая тишина да и я сначала не не въехала что он хотел этим сказать и теперь тот первый у него спрашивает в смысле он говорит что мой отец говорит 20 лет курил и сейчас думает как же бросить потому что понимает как это вредит ему его здоровье вот то есть ему для этого нужно было повзрослеть чтобы захотеть бросить курить я подумал я лучше сразу стану взрослым и не буду курить и вот он эту фразу говорю он его посадил а я такой кайф испытала вы знаете они оба одного возраста ну тот второй он действительно взрослее даже своего отца я рада что есть такие умные ребята я когда вижу вот этих вот пацанов которые знаете так идет маленький щипленький такой знаете вот я не знаю сколько они там лет по двенадцать там по тринадцать лет зато он их сигареты в зубах и он чувствует себя властелином мир знать он сигареты в зубах я такой мужик я такой альфа-самец все смотрите на меня я думаю хорошо вот вы сейчас начинаете курить непонятно по какой причине что кому вы хотите доказать но потом вы не знаете как бросить что делать хватаетесь за голову мучаетесь понимаете что бросить надо а уже не можете а зачем начинать если потом вам говорят что тяжело бросить и курить плохо зачем начинать ладно но я поделилась с вами двумя вот этими вот моментами которыми очень хотела поделиться и вообще короче мой канал для позитива для доброго посыла поэтому если вы для этого сюда пришли то пожалуйста я вам очень рада а если нет мимо проходите пожалуйста даже даже не останавливайтесь просто мимо ладно стол полон кульков я на самом деле побежала за лекарствами надо почки это самое прийти в порядок а то застудила теперь надо последствия устранять вот когда мозгов не хватает слушайте а потом зашла в зашла в этот канцелярский магазин но я говорила вам что у меня кое-что по канцелярии закончилось нужно было приобретать что взяла на самом деле так такого ничего интересного потому что это по моей работе но это во первых а4 это то без чего я жить не могу это маркеры из которых моя работа не работа и ручки гелевые черные из-за которых моя работа встала между прочим вот а еще я тут деде кое-что прикупила мне так понравилось не знаю мимо не прошла смотрите вот такие вот набор маленькие технические неполадки вот такой набор заколочек мне очень понравился стоит манат 20 сушки такие клевенькие здесь смотрите вот киса радуга бабочка поэтому вы такой вот бантик и здесь написано кис мне понравилось наши дедельта модница она любит украшать себя вот а еще есть такой набор зила мне тоже понравился вот да это заколочка этот набор стоит 240 вот смотрите такая заколочка мишки цвет понравился мне там еще такой яркий был а мне что-то вот этот такой цвет такой цвет лады понравился поэтому вот такая вот заколочка смотрите мишка и и я так и без очков плохо вижу мишка и что-то шарик по моему мячик в руках держит что ли вот и в общем еще одна заколочка барби еще такие вот резиночки так а еще дети взяла смотрите тоже увидела мне так понравилось за три монота 40 копеек вот раскраска такая как как раскраска эта картина ее нужно разрисовать вот здесь показано как нужно разрисовать а здесь вот краски и кисточка сушки мне так понравилось вот досуг правильно провести с ребенком время от классно будет я как раз сегодня за гиде пойду в садик меня еще дочь и попросила точнее так так как она болеет ей не очень так получается у нее готовить вот я хочу приготовить соус из цыпленка вот пойду за гиде в садик и как раз да как раз а нет взять как он приедет наверно за обедом а я за дидей за ужином а я за дидей в садик пойду вот а эти дни взять ой сват мой дидюк забирал из садика да это у нас гуда называется ну дочери свекор хочу сказать что хорошо когда у молодых есть родители которые им всегда готовы помочь вы знаете я вообще считаю что наши дети очень счастливы потому что у них такие родители я понимаю что я сейчас не скромна ну и фиг с ним поэтому дай бог нам крепкого здоровья вафахану дай грузналю дай бог нам крепкого здоровья потому что мы нашим детям очень нужны и еще мне очень понравился знаете там скоро по его кого день рождения не будем пока говорить у кого мне так понравилось открытка смотрите как одну здесь конвертик такой красивый симпатичный как вы знаете глянцевый такой прям вот как надо вот и открытка слушайте какая она красивая посмотрите здесь вот так вот наклеено дерево видите что написано я не вижу если вы увидите то хорошо мне очень понравилась такая стильная открыточка и здесь еще конечно для записочки есть вот стикер написать пожелание вложить а потом все это вложить в конвертик очень мне понравилось прям я заценила сразу взяла дальше продуктовый магазин вот я знаете что сейчас я сейчас отвлекусь я хочу вам сказать что я вот обещала что я буду жить по факту я живу по факту хотите вертик хотите нет я сейчас просто вот знаете как без подготовки да я залезу в холодильник у меня пока кульки здесь я расскажу что я купила но я открою в холодильник я покажу что я действительно научилась жить по факту кое-кто мне не верил между прочим вот смотрите здесь моцарелка здесь сыр здесь этот бри здесь пармезан это у меня вот это и вот это это у меня кофе это у меня к салату к помидоркам к черри ну черри у меня закончились их нету вот для кофе и так и к салату у меня есть да на завтрак есть у меня только вот эти два сыра остались остальное я добила ну конфеты знаете как я вчера например чай пила с конфеткой с одной то есть я одну конфетку в день с чаем позволяю себе есть у меня пока голубика но я хочу сделать запеканочку посмотрим пока лежит вот это у меня орехи которые я мыла я на самом деле хотела бы сделать кекс но это когда мы с девчонками поедем на к морю на моря есть масло есть та самая долга которую мы с вами готовили вчера слушайте который с гулгуром как оказывается вкусно с гулгуром очень вкусно смотрите у меня тут нету ни одной банки здесь у меня тут у меня киви и яблоки и тут у меня совсем по чуть-чуть ну тут сельдерей тут один перчик который я делюсь которым с николькой я хочу сказать и айсберг еще морковка одна я хочу сказать что у меня на самом деле ничего лишнего мята 4 яйца осталось сливки которые остались от рыбки но я буду с кофе потом употреблять все молочко это айран это когда я заказывала кушать простите вот иногда и вот что по морозильнику меня а да это я сегодня купила мороженку сразу признаюсь есть крабовые палочки всегда можно замутить с овощами осталось осталось одно филе куриной грудки и один стейк все ну а верхняя часть это что у меня там у меня я уже как-то показывала в общем грибы потом еще что-то я забыла о брокколи ну хочу сказать но это для омлетов хочу сказать хотите верьте хотите нет но реально научилась жить по факту сама от себя балдею сама балдею правда на меня это не похоже я перестала скупаться закупаться я перестала это делать у меня даже даже там где эти как крупы я в тот день рисами не досчиталась понимаете риса оказывается у меня там булгур киноа и овся все чуть-чуть манки и рисовая мука все перечислила вот так помидорки красные давайте расскажу про наши цены тоже такие розовые вроде плохие взяла и на соус и так на салаты себе значит у нас за килограмм за килограмм сейчас скажу манат 99 ну два маната все буду сюда переводкладывать сейчас место освобожу так я пока пройдусь по овощам картошку взяла ну такая кругленькая мелкую специальную взяла потому что я хочу чтобы она была маленькая так я ее разрежу так на 4 части все за килограмм 70 копеек дальше морковку взяла здесь на соус и не кольки за килограмм две штуки взяла за килограмм 99 копеек вот пишите да манат что вы пишите 99 копеек вы издеваетесь над нами я не понимаю так три лука взяла хороших специально взяла один большой хотя они на самом деле почти все большие ну так чтобы на обед вот за килограмм 95 копеек а вы конвертируете и сравниваете свои цены с нашими ценами два пучка зелени взяла здесь базилик и кинза кинза за штуку 17 копеек огурчики это ельцелек за килограмм 80 копеек один перец болгарский взяла у нас за килограмм 70 копеек у меня аж на целых пять копеек здесь вышло видите как вот ананас вот я вам про этот ананас говорю очень вкусный вот эта этикетка уже такой его можно по-моему порезать в холодильнике что-ли полежал вообще я нашему магазину не доверяю правда ну по-любому этот ананас должен быть хороший ну будет хороший я знаю вот ананас взяла персик три штуки за килограмм 2,69 вот абрикос чуточку взяла тоже за килограмм 3 моната ну здесь на монат 9 копеек и черешники чуть-чуть взяла ну черешни тоже высокий гликемический индекс ею баловаться нельзя а я в какой-то момент знаете так перебарщила с ней вообще у меня есть купзик когда выходит какой-то фрукт допустим какой-то овощ сезонный я начинаю на него нападать я так начинаю его много есть остановки не знаю вот за килограмм 5,99 здесь на монат 40 ну чуть-чуть да грамм 200 вот взяла еще лавашик потому что хочу сейчас на обед долгу себе разогреть долга вкусная и вот лаваш поем вот и оставлю его потом можно какие-нибудь бутербродики делать папе туалетную бумагу варлона и вот этот сыр азерсюд моцарелла уже натертый неплохо себя повел в прошлый раз я брала все время в яйца добавляла мне очень понравилось поэтому повторила я горжусь нашим производством как я уже говорила я буду готовить обед и на себя и на детей на обед будет куриный соус у нас да это называется соус куриный соус мясной соус я знаю что в России такое блюдо называют рагу мясное или овощное рагу мы называем соусом в кастрюлю выкладываю топленое масло под кастрюлей зажигаю газ и пока будет масло топиться разогреваться я разделаю цыпленка этого цыпленочка маленького я покупала очень вкусный цыпленок я не знаю если вы не пробовали его еще обязательно попробуйте ну это что то во первых и супы получаются такие наваристые вкусные несмотря на то что он маленький цыпленок а супы вот бульон получается очень жирный и соус получается отпадный в общем я разделаю цыпленка на маленькие кусочки вы знаете всегда просматриваю в интернете как нужно правильно разделывать курицу до сих пор не могу научиться разделываю как могу части цыпленка хорошенько промываю и выкладываю в кастрюлю в уже разогретое масло начинает так хорошо шипеть вот накрываю крышкой и оставлю чтобы прожарилась курочка ну с обеих сторон буду переворачивать а тем временем пока быстренько помою посуду чтобы не накапливалось лук болгарский перец и морковку нарезаю на средний кубик мне кажется что в соусе именно такая нарезка смотрится очень хорошо за то время пока я нарезала овощи курочка обжарилась с обеих сторон я выкладываю ее в тарелочку отдельно и в кастрюлю буду отправлять в то масло которое там еще осталось буду отправлять овощи тушиться и еще к овощам я добавлю кусочек сливочного масла ну хочется такого немножко в блюде свежего сливочного вкуса и потушу ой накрою крышкой и оставлю их тушиться тем временем я очищаю помидоры от кожуры и буду их нарезать мелко чтобы потом отправить в соус а по ходу я общаюсь с дочерью мы обмениваемся смс и тут мне прилетает следующая смс она говорит мам ты знаешь вот мне так хочется чего-то сладенького неприторного сладенького ну что-то такое вроде вот твоей запеканочки мам есть мне вдруг у тебя есть что-то такое вот из продуктов из чего можно приготовить десерт чтобы не пришлось выбежать в магазин с продуктами ты можешь мне что-нибудь приготовить у меня хорошо как раз в морозильнике была пачка творога и еще я недавно покупала голубику я собиралась как раз сделать запеканку думаю как хорошо что у меня в принципе все есть единственное что не было сметаны но я ее заменила на сливки которые слава богу тоже были и вот думаю сейчас как хорошо что мы родители есть у детей дай бог нам всем крепкого здоровья чтобы мы могли нашим детям помогать вот в такие минуты правда вот я сейчас на очень быстрые скорости как раз делаю вот этот самый вот эту запеканку и здесь я уже к протушенным овощам добавила курицу нарезаю картошку так на 4 части я специально мелкую картошку покупала я вам показывала вот я отвлеклась на приготовление запеканки и совсем забыла к тушеным овощам добавить чеснок но сейчас тоже не поздно я вот про него вспомнила нарезала мелко и поверх картошки потом я выкладываю помидоры солю добавляю куркуму обязательно шафран потому что божественный аромат создает именно шафран и наливаю воду так даже чтобы знаете чтобы вода не покрывала овощи и оставляю тушиться до приготовления картошки в комментариях под предыдущим роликом подписчица на аббат багирова прислала мне вопрос по поводу моих вот этих стеклянных форм если я вас правильно поняла вы именно их имели ввиду да формы с крышками вы спрашивали можно ли в них запекать в них именно запекать то есть они предназначены именно для запекания они у меня двух размеров маленькая и большая с крышками вот и как раз в маленькой я сейчас и буду запекать эту запеканку вот очень удобно на самом деле вот я приготовлю запеканку потом когда она чуть подостынет я накрою ее крышкой и сложу в сумку я достала из холодильника масло чтобы смазать форму а масло было еще холодным а время меня поджимает поэтому я поставила форму на чайник в котором я кипятила в воду для соуса ну вот немного постояла уже размякла я смазываю форму и буду сейчас туда отправлять тесто а потом уже запеканочку ну уложу голубику и запеканку отправлю в духовку что еще хочу сказать про эти формы очень удобно запекала стейк семги оставшуюся часть накрыла крышкой убрала в холодильник готовила лазанью точно так же не доела оставшуюся часть накрыла убрала в холодильник эти формы очень удобные я вот здесь как раз соус проверяю на готовность картошки все соус готов я сразу отключаю огонь и отправляю зелень так распределяю по поверхности накрываю крышкой и все и пусть женится вот и у меня уже и запеканочка готова и соус готов так что я могу теперь складывать все в сумку и отвезу это все дочери а потом поеду за дидей в садик дидю тоже потом повезу домой ну в общем немножко вечер такой был суетный но зато я рада я все успела было замечательно правда мне пришлось побегать туда-сюда потому что дурная голова ногам покоя не дает когда торопишься перестаешь думать а отсюда делаешь всякие лишние движения угу раз два три ну да все как обычно а как же чем собственно еще заняться когда стоишь ждешь такси пока пока и Лиза пока 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 она новый красот она 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 новый красот а мне сразу пока Лиза иди 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 иди